Сегодня станет известно имя нового премьер-министра Великобритании. Опросы показывают краткое преимущество Лиз Трасс, заявил бывший министр финансов Риши Сунак. Похожей интриги не будет во время оглашения итогов голосования среди членов консервативной партии. И уже ничего не помешает ныне министру иностранных дел стать новым премьером страны. Трасса занимала шесть министерских постов, является надежным союзником НАТО, жестко высказывалась относительно России и Путина. Ее непопулярность в Москве объяснима, но и у Брюсселя. С ней отношения натянуты в основном из-за поддержки выхода Великобритании из Евросоюза. Политику 47 лет и, возможно, именно она станет новой железной леди Великобритании. Исполняющий обязанности премьера Великобритании Борис Джонсон поблагодарил президента Украины за добрые слова и дружбу, заявив, что британская поддержка непоколебима. Так он отреагировал на слова Зеленского о наследии в отношении между двумя государствами и надеждой, что курс не изменится и после избрания нового премьер-министра. Борис Джонсон действовал быстро и решительно, как и британское правительство, написал президент Украины в статье для издания «Mail on Sunday». Еще до начала российской агрессии Великобритания выделила более полутора миллиардов фунтов стерлингов для развития украинского военно-морского флота и строительства военно-морских баз. Именно с Джонсоном состоялся один из первых разговоров среди мировых лидеров после вторжения России в Украину, отметил украинский президент. При каждой встрече между лидерами двух стран у Бориса возникал вопрос «А что еще? Что еще тебе нужно?» Джонсон стал другом не только для президента Украины, но и для многих украинцев, которые в качестве благодарности дали ему украинскую фамилию Джонсонюк, подчеркнул Владимир Зеленский. Тему нового премьера Великобритании продолжим обсуждать с Александром Кашкаровым, политическим аналитиком из Лондона. Александр, доброе утро. Доброе утро. Ну, Лист раз называют новой британской леди, железной леди. Тут мы видим отсылку к Маргарет Тэтчер. Это такая ностальгия британцев по твердой руке? Или они просто понимают, что сейчас внешняя политика требует вот таких решений? Я не думаю, что все-таки сравнение с Маргарет Тэтчер играет ключевую роль. Однако среди двух кандидатов на должность премьера Лиз более популярна среди членов консервативной партии, которые, собственно, и избирают премьер-министра. Судя по ее заявлениям по поводу внешней политики, особенно относительно России и Украины, особых изменений внешней политики Великобритании в данном вопросе в случае ее премьерства ожидать не приходится. Вот она обещает налоги снизить, плюс ко всему. Речь идет о снижении налогов, да, и разобраться с Путиным. Но вот снижение налогов – это как-то больше популизмом попахивает, а разобраться с Путиным – волюнтаризмом. То есть, ну, не кажется ли вам, что и первое, и второе сейчас в ловжившихся реалиях может быть нереально к исполнению, скажем так? Снижение налогов – это очевидная мера для любого, по всей видимости, кандидата в премьеры. Если бы Джонсон оставался во власти, то, скорее всего, ему приходилось бы заниматься данным вопросом также, поскольку в Британии сейчас сильно замедляется экономический рост, и в четвертом квартале данного года ожидается рецессия. Инфляция находится на самом высоком уровне за 40 лет. Есть очень большие опасения по поводу… А вы можете цифры инфляции сейчас назвать, чтобы мы могли, допустим, сравнить с какими-то странами Евросоюза, допустим? Цифры по инфляции сейчас они превышают 10%. В 2023 году ряд экономистов говорит о том, что инфляция может достигнуть даже 18%. Это то, чего Британия не видела уже очень давно, с 70-х, начало 80-х годов. И поэтому, естественно, меры экономической поддержки и вопросы реформирования экономики будут ключевыми для премьер-министра. Поэтому, на самом деле, снижение налогов и вопросы регулирования цен на энергоносители для домохозяйств, прежде всего, но также и для бизнесов, они будут ключевыми для любого премьер-министра. Поэтому я не думаю, что это популизм. Это действительно то, что нужно сейчас делать в данных условиях. Хотя, действительно, это вынудит правительство... Но вот британцев уже готовят к худшему. Уже какие-то директивы появились, что пабы надо закрывать в 21 час, экономить электричество, экономить тепло. Еще зима, собственно, не началась. Мы уже видим волнение, например, в Евросоюзе. Вот в Чехии прошла акция протеста. Готовы ли британцы затянуть пояса? Как они вообще относятся к тому, что у них происходит? Понятно, что среди жителей Британии разные подходы к данному вопросу. Но многих, естественно, очень волнует тема того, что цены на газ и электричество резко вырастут этой осенью. Пока этого не произошло, однако с октября будет повышение. Поэтому многие, естественно, опасаются. Это касается, в частности, малого и среднего бизнеса, для которого на данный момент нет мер поддержки со стороны правительства, в отличие от домохозяйств, например. Перейдем ко второму моменту. То, что Тарас обещала разобраться с Путиным. Насколько британцев вообще волнует сейчас ситуация разобраться с Путиным? По соцопросам большинство британцев поддерживают помощь со стороны правительства Украине и поддерживают санкционный режим относительно России. Я не вижу изменений в общественном мнении в Британии, несмотря на изменения ситуации в экономике. До сих пор большинство британцев поддерживают Украину и сохранение британской финансовой и военной поддержки Украине в данном военном конфликте. То есть у британцев есть понимание, они связывают одно с другим и понимают, что то, что сейчас у них происходит в экономике, частично связано и с тем, что происходит сейчас на востоке Европы? Естественно, не среди всех, но среди значительной части населения, да. Лиз Тарас обещала, что Зеленский будет первый президент иностранного государства, кому она позвонит, тем самым демонстрируя продолжение курса поддержки Украине. Также Тарас ранее была замечена неоднократно в симпатиях к Израилю. В общем-то, она как бы этого и не скрывала, и аналитики уже говорят о том, что ее кабинет будет такое направление произраильского, можно сказать. Что это значит, в принципе, для отношений Британии и Израиля, и как это вот на нашем регионе может отразиться, может ли вообще? Судя по заявлениям Тарас, она будет поддерживать общее направление политики, которое Британия имела при Джонсоне. Это поддержка союзникам по НАТО на восточном фланге НАТО. Это касается, прежде всего, Польши и стран Балтии. Это сохранение поддержки Украины, это сохранение конструктивных отношений с ЕС, из которого Британия вышла. Однако по-прежнему работает, в частности, по вопросам нелегальной миграции с такими странами, как Франция. Что касается Израиля, нужно будет посмотреть на состав, конечно, кабинета, который будет объявлен на этой неделе. Но, по всей видимости, новый кабинет Тарас будет сохранять поддержку Израиля, и это будет касаться, в частности, военно-технического сотрудничества и так далее. Перед включением с вами я упоминал о том, что и у Брюсселя претензии были ранее к Тарас. На ваш взгляд, как будут сейчас более глубоко выстраиваться отношения между Британией и Евросоюзом? Отношения сохраняются сложными, несмотря на то, что было достигнуто соглашение при Джонсоне о параметрах выхода Британии из Евросоюза. Однако из-за проблемы нелегальной миграции, которая в данном году усилилась по сравнению с предыдущими, в них есть сложности. Британия настаивает на том, что страны Евросоюза должны делать больше для того, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов, которые через Ла-Манш пытаются попасть на британские острова. С точки зрения Брюсселя Британия должна выполнять ряд других мер, по которым есть точки соприкосновения. Я думаю, что отношения будут рабочими, хотя, естественно, не будет все гладко. И тот факт, что Британия уже не находится за столом в своих отношениях с Евросоюзом, она вышла из ЕС, это ставит ее в более сложное положение, поскольку она не может влиять на ситуацию изнутри. Александр, спасибо вам большое. Александр Кашкаров, политический аналитик из Лондона, был с нами на связи. Действительно, фигура Листрас достаточно интересная и неоднозначная. Буквально за 14 лет, можно сказать, Листраса сделала себе политическую карьеру. Ее обвиняли в том, что она за время строительства политической карьеры неоднократно меняла свои политические взгляды, поэтому остается действительно вопрос, а будет ли она также и дальше менять эти политические взгляды или будет приверженцей своего достаточно жесткого курса. И в связи с этим ее уже начинают сравнивать с Маргарет Тэтчер.